Что касается общественного строя восточных славян, то сначала восточные славяне объединялись в рамках кровно-родственной общины. Кровно-родственная община — это такая община, где людей объединяют различные кровно-родственные связи. То есть все люди являются друг другу близкими или дальними родственниками. Затем люди стали объединяться уже в соседские общины. Это более поздний тип общины. В соседской общине людей уже объединяет не кровное родство, а общность территорий и хозяйственные деятельности. И попрошу вас запомнить и подчеркнуть такой термин, как верви. Верви как раз-таки обозначало соседскую общину. Далее, общины все объединялись в племена, а племена, соответственно, уже в союзы племен. Во главе племени или союза племен находился вождь. Вождь был главой, самым главным человеком, который принимал окончательное решение в наиболее важных вопросах. Но помимо вождя, был так называемый совет старейшин, то есть совет наиболее мудрых людей, к мнению которых прислушивались. Ну и, конечно же, было Вече. Вече тоже как термин обязательно запоминаем и подчеркиваем. Вече — это такое народное собрание, где мог прийти каждый, любой человек, и высказать свое мнение, и проголосовать. И в итоге принимались решения по многим-многим важным вопросам племени. Итак, давайте перейдем к духовной сфере. Восточные славяне были язычниками. Это значит, что они поклонялись сразу нескольким богам, каждый из которых обозначал какую-то силу природы или одно из явлений общественной жизни. Вот такое многобожие по-другому, по-умному называется политеизм. Постарайтесь запомнить это слово. Давайте с вами сейчас перечислим основных богов, которым поклонялись восточные славяне. Итак, это Ярила или Хорос. У него было два имени. Он отвечал за солнце и за солнечный свет. Перун — один из главнейших богов в пантеоне, языческих богов у восточных славян. Он отвечал за гром, молнию, а также за войну. И, соответственно, являлся покровителем дружины. Сварек — это бог неба. Велес — скотоводство. Мокошь, или по-другому ее называли Макошь, отвечал за плодородие, за женское начало, за домашний уют, за всякие такие приятные вещи. Семаргал — он отвечал за огонь и за подземный мир, где обитали мертвые, славяне верили в загробную жизнь. И последний — это стрибок, который отвечал за ветер. Что же здесь я выделила? Такие специальные места поклонения вот этим богам, где возносили различные жертвы и культы вот этим языческим богам, назывались Требища или Капища. Существует два наименования — Требища и Капища. Волхвы — это так называемые жрецы языческого культа, то есть те люди, которые как бы соединяли людей с этими богами, вот они конкретно и приносили жертвоприношения и отправляли языческий культ. Ну, а на этом у нас все в теоретической части. Надеюсь, вам было интересно. Пока!